Добрый вечер! Этого недельного раздела сначала, хотя это, пожалуй, один из самых известных сюжетов истории, которые даже люди совсем немного знакомой истории слышали об этом сюжете. Итак, когда еврейский народ находится в пустыне, после того, как произошла некоторая реформа в области храмовой службы, а именно было выделено колено Леви для того, чтобы служить в переносном храме, а из колено Леви было еще раз выделено семейство Аарона, брата Муше, Аарон становится Куэнгадоль, первосвященник, его сыновья Куаним, священники. Все это, конечно, выглядит не очень красиво. Муше пользуется царской властью, своего брата назначает правосвященником, свое колено служителями храма. Муше сделал все это по велению свыше, это не были его собственные предпочтения. Но само утверждение о том, что это было сделано по указанию свыше, его не хватило. Поэтому возникает бунт, мятеж. Добавим еще в качестве фона, по крайней мере, по мнению Рамбана, произошли эти события после того, как еврейскому народу было объявлено, что он остается в пустыне на 40 лет, после трагедии с разведчиками, когда еврейский народ отверг святую землю, и хотя потом он уже сожалел о содеянном и готов был продолжать свой путь в землю обетованную, но назад уже пути не было, Всевышний сообщил, что все то поколение, которое вышло из Египта, оно остается здесь, в пустыне. И только дети, те, кому сегодня меньше 20 лет, они войдут в святую землю. На фоне этого раздражения, плюс недовольства произведенными изменениями, вспыхивает мятеж. Возглавляет мятеж Корах, он сам близкий родственник мужа Ярона, Левит, твой родный брат. И примыкают к нему еще Датан, Аверам и Онбенпелет из Калена Раувен, также еще 250 именитых мужей, которые тоже стремятся к участию в храмовой службе, которые не были лишены. Ну, вот это фон для тех событий, о которых мы сегодня будем говорить. 16 глава, 8 стих. И сказал муже Кораху, предводителю, слушайте же, сыновья Леви, как объясняет Рамбан, хотя он говорит здесь во множественном числе, но он обращается к наиболее важному из Левитов, а именно Кораху, предводителю восстания. Мало вам того, что Бог Израиля выделил вас из общины Израиля, приблизив вас к себе, чтобы отправлять службу в святилище и предстоять пред общиной, для того, чтобы служить за них, и приблизил тебя и всех твоих братьев, сынов Леви с тобой, а вы добиваетесь еще и священства? «Поэтому ты и вся твоя община собрались против Бога». То есть, что ты хочешь? Ты хочешь священства. Будучи уже Левитом, тебя уже Бог возвысил, выделил тебя из всей остальной общины. Ты хочешь еще и священства. Но поскольку это не Арон предложил свою кандидатуру, и не я его назначил, а это было веление свыше, то поэтому ты и вся твоя община собрались против Бога. Как объясняет здесь Ираша, что означает это «поэтому»? Поскольку я не по своей воле здесь поступил, отдавая священство Арону, поэтому у тебя с Ароном, по сути дела, спора нет. Это не спор между вами. Здесь и спор только об одном. Правду ли я говорю в том, что утверждаю, что эти назначения были сделаны по воле свыше или нет? А при чем же здесь Арон, что вы общите на него? Ну, вся критика и все претензии в сторону Арона, они совершенно неуместны. «И послал Моше позвать Датана и Авирама сыновей Ильява». То есть после того, как он пытался уговорить Кораха, теперь Моше направляет свои усилия в другую сторону, в сторону сообщников Датана и Авирама. «И послал Моше позвать Датана и Авирама сыновей Ильява, но они сказали, что не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из страны текущей молоком и медом?» Специально перефразируют. Обычно эти слова о земле текущей молоком и медом говорят о земле обетованной, о стране Израиля. «Здесь они хотят подчеркнуть все наоборот. Ты вывел нас из Египта, самой богатой страны в то время. И куда ты нас привел? В пустыню? Только мини свою безжизненную пустыню или в пески, чтобы мы здесь умерли? Мало того, что ты вывел нас из страны текущей молоком и медом, чтобы уморить нас в пустыне, так ты еще хочешь и властвовать над нами. Ведь ты не привел нас ни в землю, сочащуюся молоком и медом, и не дал нам в удел ни поля, ни виноградника. Разве тем людям глаза выколешь? И пойдем. Что означает здесь «разве тем людям, каким это людям, глаза выколешь?» Раши поясняет, даже если прикажешь, имеется в виду следующее. Если бы не Раши, мы бы, может быть, объяснили так. Что ты хочешь? Чтобы мы не видели то, что вокруг нас? Мы не видим, откуда мы ушли и куда мы пришли? У нас что, глаз нет для того, чтобы увидеть, что мы вышли? Покинули самую богатую страну в мире. Мы бы там, правда, были рабами, но... Но при всем при том, страна самая богатая и самая лучшая. А куда мы пришли? Умирать сюда в эту пустыню? Ты можешь нам выколоть глаза, чтобы мы этого не видели. Мы же видим, куда ты зовем нас. Это может быть поведение вождя, который направляется проведением, который направляется Всевышним. Всевышний никогда бы на такое не пошел. Никогда бы не вывел нас из Египта для того, чтобы привести нас сюда, в эту безжизненную пустыню и уморить нас здесь. Но Раши объясняет по-другому. Раши объясняет, что то, что они говорят здесь, разве тем людям глаза выколешь, имеется в виду, даже если прикажешь выколоть нам глаза, то есть если ты будешь нам угрожать санкциями, даже насилием, прикажешь выколоть нам глаза, если мы к тебе не придем, и тогда мы не придем, отказываемся. Бунт до конца. Что значит так прозвить? Тем людям глаза выколешь, тем людям, имеется в виду, это принятая форма выражения, когда о какой-нибудь беде по отношению к себе человек не говорит, не относит эту беду к себе. Он не говорит, не скажет, ты что, даже если захочешь выколоть нам глаза, мы не пойдем. Даже если ты захочешь выколоть глаза тем людям, и нам, не относить неприятности и беды себе. Как правильно понять здесь действия Муши? Во-первых, это видно из предыдущих стихов, с самого начала главы, Муши предложил отложить решение до завтра. Завтра утром состоится этот необыкновенный турнир, когда Всевышний сам должен будет выбрать того, кто станет первосвященником Коэн Гадоль, тех, кто станут священниками. Это все произойдет завтра. Всевышний должен здесь разрешить этот вопрос. Действительно ли Муши все делает по его указанию или прибавляет от себя? Почему отложить все это на завтра, а не решить тут же, сейчас же на месте? Ну, прежде всего, для того, чтобы дать людям одуматься. Кроме того, пока они все вместе, вот они сейчас, стоят толпа бунтовщиков, они подзуживают друг друга и подбадривают друг друга. Здесь есть групповая динамика. Поэтому прежде всего Муши пытается их разделить. разойдутся по домам, тогда, может быть, поговорить с каждым отдельно. С Корохом попытался, не получилось. Теперь Датан и Аверам. К ним Муши обращается отдельно, как пишет здесь Равир в своем комментарии. Датан и Аверам, видимо, создали свою собственную фракцию внутри заговора Короха. Почему? А потому что их цели не совсем были дождественны целям Короха. Бунт Короха был направлен в первую очередь против положения Рона как Коэна. Чего добивался Корох? Статуса священника для себя, первосвященника для себя. Поэтому его основной оппонент – это Корох. Но только косвенно против власти Муши – источника поддержки Коэнства Аарона. Ведь Аарон себя назначил Коэном. Муши его назначил. Поэтому в ходе борьбы с Аароном Короху приходится сталкиваться с Муши. Но Датан и Аверам, с другой стороны, восстали именно против Муши. Им-то дело, они не были левитами, они вообще не стремились ни к священству. Но их конфликт с Мушей был чисто политическим. Их целью было лишить Мушей его положения политического лидера. А они были в оппозиции Мушей еще с незапамятных времен, еще в Египте. И только их общая враждебность, прямая и косвенная, по отношению к Муши объединила эти две фракции. То есть, по сути дела, общих интересов у них было немного. Только сейчас их объединяла общая борьба и ненависть к Муши. Но в тот момент, когда, если бы им только удалось свергнуть власть Муши, то они вступили бы и в борьбу между собой тоже. Вот почему Мушей хотел поговорить с Датаном и Авераном отдельно от остальных. Поскольку у них разные интересы, быть может, с ними можно будет прийти к какому-нибудь компромиссу или как-то уговорить их. Кроме того, не будем забывать, что сам тот факт, что Мушей обращается к ним, он тем самым выделяет их всех остальных. Ведь в бунте еще участвуют 250 человек. Не только Корах, но еще 250 человек. А Мушей обращается к ним. То есть, тем самым он показывает им, что я-то знаю, что настоящие вожди, настоящие лидеры – это вы, а не это все толпа, это все статисты. А настоящие лидеры – это вы, поэтому я хочу с вами поговорить. И, конечно же, подобное обращение, льстящее, даже от врага, когда враг обращается к тебе, потому что показывает, что он понимает твою важность и твое влияние здесь, то, безусловно, это дает возможности для какого-то, для надежды на диалог. Но все надежды не оправдались. Ответ был резкий – не придем. Мы не желаем идти к хозяину. Ты еще посылаешь за нами. Ты здесь босс, ты здесь хозяин. Мы не желаем получать от тебя приказы. Это дерзость с твоей стороны призывать нас к себе, как будто ты возвышаешься над нами. Кто ты такой, чтобы нам приказывать? Не пойдем. И стало очень обидно, Мушей. Подобное обвинение, которое выслушивает Аддатану Аверамонова, обидно. Можно было стерпеть то, что говорил Корах. Он не верит в то, что дело Мушей это было по указанию свыше. Можно его понять. Но обвинение в том, что Мушей, как деспот, возвышается над всеми, это уже слишком. И стало очень обидно, Мушей. И сказал он Богу, не обращайся к их дарам. Ни у кого из них не взял я ни одного осла. И никому из них я не причинил зла. Как это понять? Не обращайся к их дарам. Раши говорит, не обращайся к их дарам. Простое значение пшат к воскурению благовоний, которое они принесут завтра. Вот к нему не обращайся. Ведь на завтра назначен этот самый необычный турнир, когда все те, кто претендуют на звание священника, должны принести совок с благовониями, теми, которые нужно воскурять во время храмовой службы. И тот, кого Всевышний выберет при воскурении благовония, останется жив, а остальные... Так вот, здесь мужей призывают Всевышнего не принимать воскурение благовоний от этих людей. Это пшат. Медраж. Что это за дары? Почему здесь есть медраж? Потому что пшат становится немножко сложным. С каких пор воскурение благовоний называется даром? Минха – слово, упомянутое в оригинале. Поэтому Раши приводит здесь второе значение уже – драж. Я знаю, что есть у них доля в ежедневных жертвоприношениях народа. Каждый день в храме приносилась жертва тамид – ежедневная жертва от имени всего народа утром и вечером перед заходом солнца. Весь народ должен был участвовать, весь народ сбором денег, посредством сбора денег, участвовал в этом жертвоприношении. Оно не было ничем лично, оно было от имени всего народа. И действительно, у всего народа была доля через их участие денежное в покупке ягнят на вот это вот жертвоприношение. У каждого есть там доля. Так вот, то, что просил здесь Муше, чтобы Всевышний не принял долю вот этих вот людей, этих бунтовщиков, которые так по-хамски с ним говорили, чтобы он не принял их долю в ежедневном жертвоприношении от имени народа. Пусть эта часть не будет принята тобой с благосклонностью, пусть не коснется ее огонь. Так, если можно себе представить, что тело ягненка, разделить его на 600 тысяч частей, то вот пусть части вот этих вот людей, пусть их огонь, пусть они не сгорят в огне. Харамбан, цитируя Раши, он полемизирует не с Медрашем, который Раши приводит, а именно с объяснением в Эпшат. Эпшат был с простое значение, не обращаясь к их дарам, то есть к их благовониям, которые они будут завтра воскулять. Спрашивает Харамбан, стоп, 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 какие благовония? На кого муж и обиделся? Разве на короха? Разве на 250 именитых мужей, которые хотели быть священниками-коинами? Да нет, это сказано после того, как ему нахамили самым ужасным образом Датана и Аверам. О них он обиделся. А они не собираются на завтра воскулять благовония, это вообще их не интересует, они не собираются быть священниками и не будут участвовать в этом турнире. Поэтому никак нельзя признать, что речь идет именно о благовонии. Как же тогда объяснить? Следует объяснить так. В этой борьбе кто-то должен победить, и исход этой борьбы зависит от Всевышнего. И каждый человек в этой борьбе, когда он борется за что-то, он рассчитывает на помощь свыше. И есть у него средства в этой борьбе. Прежде всего молитва. Второе – жертвоприношение. Так вот, не внемли их молитвами, не принимай их жертвоприношение. Это то, что Муше хотел здесь сказать. Другие комментаторы подчеркивают еще здесь два важных момента. Что вот эта вот просьба не внимать их молитвами, их жертвоприношением означает просьба не прощать их. Почему не прощать их? Потому что Муше им не прощает. А ведь известно в тот момент, когда люди обижают какого-то человека, то Всевышний не простит их, пока обиженный человек не простит им. Муше же им не прощает. Почему? Это отдельный вопрос, и к нему мы еще вернемся. Более того, как мы увидим в дальнейшем, он заинтересован в том, чтобы наказание этим людям пришло мгновенно, моментально. Не потом. Не так, как обычно происходит с людьми, когда Всевышний дает человеку время для того, чтобы одуматься. Обычно наказание не приходит грешнику прямо на месте, не отходя от кассы там, где он грешит. Нет. Всегда дается время. Время для того, чтобы одуматься, время для того, чтобы прийти в себя, время для того, чтобы сожалеть о содеянном, пересмотреть. Здесь нет. И поскольку известно, что жертвоприношение – это одно из средств, при помощи которых человек получает вот эту отсрочку во времени, благодаря которой есть возможность отдалить наказание, то есть здесь муж и просят, чтобы вот этого не было. Не принимать их молитвы, не принимать их молитвы, не принимать их жертвоприношения, чтобы наказание, которого они заслужили, чтобы оно пришло моментально. И снова вопрос, а почему это ему так надо? Почему не дать время для того, чтобы опомниться? Почему не дать время для того, чтобы раскаяться? Смотрим дальше по тексту. «И сказал муж и короху, ты и вся твоя община, будьте завтра перед Богом, ты, они и Аарон, и возьмите каждый свой совок и возложите на него курение, и поднесите каждый свой совок перед Богом. Двести пятьдесят совков, ты и Аарон каждый свой совок». То есть всего двести пятьдесят два совка. «И взял каждый из них свой совок и положили в них огонь, и возложили на них курение. И они встали у входа в шатер собрания, и Моше за Аарон. И собрал корох вокруг них всю общину у входа в шатер собрания, и явилась слава Божья всей общине. И сказал Бог Моше и Аарон, отделитесь от этой общины, я истреблю их мгновенно. И поляли низ и сказали, Боже, Бог душ всех людей, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину. И сказал Бог Моше, скажи общине так, отойдите в сторону от жилищ Короха, Датана и Аверама. «И встал Моше и пошел к Датану и Авераму, и за ним вся старейшина Израиля. И сказал он вообще, не отойдите от шатров этих нечистых людей, нечистивых людей, и не прикасайтесь ни к чему у них, а то погибнете за их грехи. И отступили они от жилищ Короха, Датана и Аверама. А Датан и Аверам вышли в стаку входа в шатров со своими женами, сыновьями и младенцами». Вот такое драматическое противостояние. В самом начале написано «И собрал вокруг них Корох всю общину у входа в шатер собрания». Как удалось Короху собрать всю общину? В сущности конфликт, который происходит здесь, это конфликт внутри элит. А какое дело сотням тысяч израильтян до того, кто будет первосвященником Аарон или Корох? Он бы вполне достойный человек. Вряд ли кто-то мог здесь сказать, кто из них достойнее, кто из них лучше. Кому такие вещи могут быть понятны? Каким же образом, как вышло, что на вот этот вот самый необычный поединок собралась вся община? А может быть, они собрались просто как зрители? Ну, если уж я пользуюсь таким сравнением турнир. На турнир всегда приходят зрители, хотя от победы какой-то из сторон в турнире ему, зрителю, ничего не будет, какое ему дело. Но зрелищность, экшен, конечно, нет. Ведь в дальнейшем сказано «И сказал Бог Моше и Аарону, отделитесь от этой общины, и я истреблю их мгновенно». То есть, если мы правильно понимаем этот текст, то вся община, собравшаяся сейчас вокруг Моше, Аарона и Короха, его сообщников, все те, кто пришли к шатру собрания, они были здесь в опасности. Всевышний готов был их всех уничтожить. И если они пришли в качестве зрителей, то зачем тогда их уничтожать? Разве это такой тяжелый грех? Арамбан, отвечая на наш вопрос, пишет так. «Сказанный собрал корох вокруг них всю общину. Это были главы народа, всегда собиравшиеся у входа в соборный шатер. А, возможно, и первенцы всех колен, которые прежде имели привилегию священнослужения. Не имеется в виду весь народ, да нет. Пришло достаточно много людей. Но только те, кто были действительно как-то затронуты этим конфликтом. А именно, главы народа, всегда собиравшиеся у входа в соборный шатер. Всегда, когда решаются какие-то вопросы, они собираются. И, возможно, и первенцы всех колен, которые прежде имели привилегию священнослужения. Ведь одна из версий объяснения этого конфликта именно в том, что первенцы, лишенные права приносить жертвоприношения, восстают против привилегий, которые получила колено Леви, и еще больших привилегий на священнослужение, которое получило семейство Аарона. Вот они и пришли, потому что этот вопрос их касается. Но здесь не упомянуто слово «народ», как в рассказе о грехе с тельцом и грехе с разведчиками. Ведь если бы в этом бунте участвовал весь народ Израиля, то Всевышний сказал бы «я истреблю их и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее, чем они». То есть доказательство Рамбана, что не следует понимать слово «община» здесь буквально, что имеется в виду вся община Израиля, весь народ. Во-первых, не сказано слово «народ», сказано слово «община». А слово «община» оно двусмысленное. Оно может быть использовано, как вся община сынов Израиля, а может быть использовано только как Совет Старейшин, Санедрин. Или как здесь может быть элита, первенцы. Доказательство тому. Ведь в дальнейшем есть угроза уничтожения. Отделитесь от этой общины, я истреблю их мгновенно. Если община имеется в виду весь народ, это значит, Всевышний здесь собирается уничтожить весь израильский народ, весь избранный народ. Но а что же будет? Ведь он же когда-то избрал этот народ для того, чтобы он вел все человечество. А что же будет теперь? На самом деле, подобная ситуация уже была один раз, когда Всевышний угрожал уничтожить весь народ Израиля после греха Золотого Тельца. Но он тут же объяснил Муше, что народ он уничтожит, а новый еврейский народ он произведет от Муше. Так нечто подобное должно быть и здесь, пишет Ромбар. Нужно было бы сказать, что вы отойдете от всей общины, я ее уничтожу. А что касается существования народа Израиля, это я произведу от вас. Этого здесь нет. Значит, не было здесь угрозы уничтожения всего народа. Значит, здесь был только вопрос об уничтожении общины, а именно ограниченного числа людей, старейшины, первенцы, тому подобное. И здесь Ромбан вдруг дает неожиданную фразу. И все, что я упомянул выше относительно первенцев, соответствует подходу наших наставников. То есть до самого начала этого недельного раздела. И до этого момента Ромбан следует вместе с другими комментаторами тому, что говорят наши мудрецы. А именно, что конфликтующей стороной здесь были первенцы. А именно гнев, который привел к этому мятежу, к взрыву страстей, было лишение первенцев привилегий приносить жертвоприношение. Они и были здесь движущей силой в этом восстании. Говорит Ромбан, если честно, таково мнение наших мудрецов, хазаль, в Талмуде, в Медражах. Но простое значение этого отрывка не обязывает, так сказать. Согласно простому смыслу, вначале совершать жертвоприношение имели все сами Израиля. Да, действительно, мудрецы говорят, что не все раньше имели право приносить жертвы. Это было исключительное право, правда, достаточно широкой группы людей. Первенцев каждого семейства – это десятки тысяч человек. А теперь все это сократилось до одного лишь колена – Леви. Но это мнение мудрецов вовсе не обязательно так утверждать. Очень может быть, что любой человек по своему желанию имел право приносить жертвы до того, как был дан вот этот указ о том, что вся служба в храме средотачивается отныне только в колене – Леви. Доказательство тому, говорит Ромбан. Ведь таков закон при совершении индивидуальных жертвоприношений на возвышениях. Бомонт. Когда еврейский народ зайдет в дальнейшем в Эра-Сисраэль, завоюет ее, то появляется новое явление. Параллельно со службой в центральном соборном шатре, который был установлен на протяжении времени в разных местах страны Израиля, еще до того, как был построен храм, появляется, мы видим, появляется жертвоприношение, то, что называется, а-ля-бамот. Словно назовем это на возвышениях. То есть люди могли устраивать свои частные жертвенники у себя дома и приносить на них свои частные жертвоприношения. И для этого не нужно было каждый раз вызывать кого-нибудь из левитов и кого-нибудь из первенцев. Это было право каждого человека. Затем, как только был построен Иерусалимский храм, то больше нет никакого права ни у кого приносить жертвоприношения в любом другом месте, кроме Иерусалимского храма. Но до построения храма такие частные жертвоприношения были разрешены. Так говорит Рампан, скорее всего, вот это отражает, вот это вот положение, в котором у каждого есть право приносить жертву, оно отражает ситуацию, которая была до того, как были избраны левиты для того, чтобы служить в Центральном Соборном Шатре. То есть каждый имеет право приносить жертвы, не обязательно первенцы, а затем было объявлено в недельном разделе Беган-Лутха, что этому положен конец, отныне только левиты. Стало быть, обиженными здесь были не только первенцы, а любой человек мог почувствовать себя, а любой еврей мог почувствовать здесь себя обиженным и обойденным тем, что у него отняли право на участие в жертвоприношениях. На не участие, точнее, а на совершение жертвоприношения. Участвовать и теперь каждый может через свои взносы, но вот само жертвоприношение, оно отныне удел только левитов и семейство Арун. Если так, то мы вполне можем предположить, что к Соборному Шатру тогда собрался действительно весь народ, ибо в этом новом видении, которое подает здесь Рамбан, бунт Короха имеет отношение к ним всем. Затем Арун и его потомки были избраны в служении в Соборном Шатре и в храме. Стало быть, Корох выступил против этого выбора, требуя возвратить право служения всему народу Израиля, так как все общины, все святы. Теперь, говорит Рамбан, мы можем понять лозунги, которые выдал Корох в самом начале восстания. Как он сказал, «Коля айда кулам к душим, витухам ашем, вся община, все святы, и среди них находится присутствие Бога, мадуатит насоль каляшем, и почему вы возноситесь над собранием Божьим». Вся община. Если раньше мы воспринимали это как демагогию, то есть как мы поняли, что Корох, уже будучи привилегированным человеком, а именно левитом, и уже имея привилегии, которых не имеют другие, хочет себе еще больших привилегий. Он не останавливается на достигнутом, он хочет священства, он хочет быть священником, он хочет быть коином. А почему он тогда говорит, «Весь народ, все святы»? Это его обычная, как сегодня мы сказали, это предвыборная демагогия, предвыборная кампания. Понятно, что будет в конце, а если ему удастся действительно свергнуть в машине, то он будет продолжать с этими лозунгами, «Все равны, все святы, полное равенство». Об этом уже написал гениальный Орвел. Этот лозунг претерпит некоторые изменения. Все у нас равны, но есть такие, которые более равны, чем другие. Так бы и сделал Корох. Это мы воспринимали до сих пор. Что все его, все его вот эти лозунги о том, что весь народ, все святы, это была чистая демагогия. Так как выписывать здесь ромбан, вовсе не обязательно. Быть может, Корох выражает здесь действительно всеобщую обиду. Не только первенцы были лишены права приносить жертвы, но и весь народ. И Корох выступает от имени всего народа, тогда вполне можно понять, что собирается к соборному шатру. Действительно весь народ. Теперь, если сказано, если так, смотрим, что сказано дальше. И сказал Бог Мушея Рону, отделитесь от этой общины, и я истреблю их мгновенно. И поляли ниц, и сказали, Боже, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину. И сказал Бог Мушея, скажите общины, отойдите в сторону от, скажите общине, не только вы, скажите все общине, отойдите в сторону от жилища Короха, Датана и Авирана. Спрашивает ромбан, следует спросить. Если сыны Израиля не согрешили и не восставали против своего наставника, то есть против Мушея, то почему Всевышний разгневался на них, сказав, и я истреблю их мгновенно? Вопрос я уже поднимал. Если они пришли сюда только как зрители и не участвуют, они не участники, пусть пассивные, но участники бунта тогда, чем они заслужили наказание. А если наоборот, а если они согрешили вместе с Корохом и его близвающими сообщниками, то есть если они были частью этого бунта, пусть не среди вождей, так здесь есть, как в любом бунте, есть вождь, харизматичный Корох, есть вокруг него пропагандисты, Датан, Авирам, Онбенпеллет. Кстати, обратите внимание, Онбенпеллет сейчас не упомянут. Он был упомянут раньше, сейчас не упомянут. Мудрецы наши говорят, почему он пропал, да потому что ночью, когда он вернулся домой, жена сумела его говорить, что ему нет смысла участвовать во всем этом бунте, потому что он от него ничего не выиграет. Неважно, кто здесь выиграет, Корох или Арон, ему это ничего не даст. По крайней мере, по отношению к одному человеку стратегия, Муше сработало и хотя бы один человек из бунта вышел. Но это второй круг, есть третий круг, 250 человек и, наконец, все остальное общество. Они тоже сообщники, может быть, пусть и пассивные. Если так, тогда почему Муше и Арон говорят? А если они согрешили вместе с Корохом и его ближайшими сообщниками, то как же могли Муше и Арон сказать, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину? Почему один человек? Они тоже согрешили. Один человек здесь вождь, это верно, остальные его сообщники, но сообщники при этом и тоже полагается наказание, пусть меньше. То есть непонятно, непонятно ни то, ни другое. Если они не сообщники, если они не соучастники бунта, тогда почему Всевышний говорит отойдите от них? Я их уничтожу. А если они соучастники бунта, тогда почему Муше и Арон говорят, один человек согрешит, а ты на всех разгневаешься? Если они соучастники, то гневаться и на них тоже следует. Прежде чем привести свой ответ, Рамбан цитирует ответ из комментариев Рабейну Хананель Рабейну Хананель Рабейну Хананель объяснил так. Отделитесь от этой общины от общины Короха. То есть тоже Рабейну Хананель тоже утверждает, что слово общины нельзя понимать. Здесь как весь народ имеется в виду совсем другое. Община это вот самые вожди восстания. Корох, община Короха, а не от всей общины сынов Израиля. Не было вообще никакого гнева на весь народ. А когда мужи Иарон возразили, тогда непонятно, что они тогда возражают, если не было никакого гнева на весь народ, то почему тогда мужи Иарон начинают спорить и говорить, как же так, один человек согрешит, а ты на всех гневаешься? То, что сказано, Боже, Бог, душ всех людей, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину, так Всевышний сразу разъяснил. Муше, вы не поняли, здесь просто произошло недопонимание. Вы не поняли. Всевышний сообщил Муше, что собирается исреблять не общину сынов Израиля, а только общину Короха. Поэтому он тут же и разъясняет, все мое повеление отделиться от этой общины, означает отойдите от жилищ Короха, Датана и Аверана. Так оно идет по тексту. И пали оленицы и сказали, Боже, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину, и сказал, Бог, скажите общине, отойдите в сторону от жилища Короха, Датана и Аверана. Вот что я имел в виду. Это вы неправильно поняли. Я не имел в виду уничтожать всех. Нет, нет. Община я имел в виду только Короха, Датана и Аверана. Отойдите. И отойдите от них. Для чего это? Прежде всего, чтобы создать психологическое воздействие, давление на них, когда они увидят, что весь народ от них отходит, и они остаются одни. И сейчас им говорится, что сейчас вас постигнет наказание. Может быть, они в последний момент передумают, и можно будет избежать всего. Так объяснил Робей Нухан Аверан. Роман с ним не согласен. Это не верно. Прежде всего, потому что не говорят по поводу трех человек Короха, Датана и Врама, а делитесь от этой общины. Вообще, слово община, даже если мы скажем, что оно не обязательно означает весь народ, но, по крайней мере, он означает группу более-менее существенную, а минимум десять человек. А здесь только три. По отношению к ним не говорят слово община. Это же не община. Более того, сказать Арону «Отойди от Короха, Датана и Аверама», Арон вообще не находится с Датаном, он не против Датана и Аверама. Арон-то был тогда с пришедшими воскулять благовоние. Было тогда, Арон в этот момент готовился к этому жуткому турниру, когда 250 претендентов на священство стояли против него, каждый со своим совком, с углями, с благовонием. Он вообще, он не стоял рядом с шатрами Датана и Аверама, это вообще было в другом месте. И еще в самом повелении «Отделитесь», кому оно было сказано, не народу, не чтобы народ, а чтобы мужи Арон отдалились от них. Да и слова «я истреблю их мгновенно» служат указаниями на мор, который должен был в мгновение уничтожить множество народа, а не только Короха и его сообщников. Поэтому Рамбан не принимает объяснение Рабену Хананель и дает свое объяснение. Объяснение заключается в следующем. Сначала симпатии народа были на стороне мужа и Арона. Действительно. Но когда Корох, так всегда бывает, прежде всего, всегда в подобной ситуации симпатии народа на тех, кто сейчас находится у власти. Тем более, те, которые находятся у власти, это мужи и Арон, великие люди. Поэтому бунт Короха поначалу был непопулярен. Но когда Корох и его сообщники, взняв ставки с благовониями для воскурения, встали у входа в шатер откровения рядом с мужей Аароном. А Корох обратился ко всей общине и сказал, что борется за честь всего народа. И вот здесь Корох сумел проявить свое красноречие. Вы думаете, я за себя борюсь? Вы думаете о том? Нет. Я за вашу честь борюсь. Ваша честь здесь поправлю. Как Рашик говорит, приводит здесь речь Короха, вы думаете только за себя, мне больно. Мне за вас всех обидно. Пришли вот эти вот, забрали себе все величие. Ему царство, его брату священство. А все общины все святые. И это слова, которые обычно падают на плодородную почву. Когда обвиняют вождей в том, что они прибирают своим рукам все. И так что? Что же остается тогда всем остальным людям? Это лестно слушать. поэтому вот эта вот речь она сумела посеять сомнения. А может, он на самом деле прав. Действительно все как-то выглядит точно и хорошо. Поэтому все и собрались, чтобы посмотреть, быть может, этот мятеж Короха будет угоден Богу. Может быть, он прав, и Бог его поддержит. И тогда право на служение вернется к первенцам или в скобочках скажем, может быть, к всему народу. Как Рамбан сам объясняет, что Бэпшат весь народ имел раньше право. И поэтому то написано и собрал Корох вокруг них всю общину. И слова тогда всю общину можно понимать весь народ. У входа в шатер собрание. И таким образом они все заслужили смерть за то, что сомневались в своем наставнике. Они не стали сообщниками Короха. Они не были бунтовщиками. Но они не просто пришли поглазеть на этот турнир. Они всерьез сомневались на чьей же стороне правда. И посмотрим. Бог вмешается и Он решит. И вот это вот сомнение, сомнение в Муше, оно и было причиной гнева Всевышнего. И они проявили тем самым неверие по отношению к Богу и отвергли слова пророка. За все это слова Муше за все это они подлежали смерти. Только Муше и Арон заступили за народ. Утверждая, что на самом-то деле согрешил только Корох. Ведь он подбивал здесь, он был здесь зачинщиком, и он-то соблазнил других. И следовало бы его примерно наказать. И именно так обычно поступают взывающие к милосердию. То есть, поскольку есть зачинщик, и он-то наверняка в любом случае должен понести заказаний. Так если можно свалить всю вину на него и тем самым освободить других от наказания, так следует и делать. Так следует и поступать. Именно так говорят Муше и Арон. И отошли они в сторону от жилищ Короха Датана и Аверам. Адатана и Аверам вышли, встав у входов своих шатров со своими женами, сыновьями и младенцами. И сказал Муше, вот как вы узнаете, что Бог послал меня творить все эти дела и что я не действовал по своему разумению. Если эти люди умрут обычной смертью и постигнет их удел всякого человека, значит, не Бог послал меня. Ну, если Бог создает нечто совершенно новое и земля раскроет свои уста и поглотит их со всем, что им принадлежит, так что они сойдут в могилу живыми, тогда вы познаете, что эти люди презрели Бога. И было лишь, только он договорил эти слова до конца, как земля раступилась под ними и разверзла земля и поглотила их и их домочадцев и всех людей короха и все их имущество. И сошли они все и все, что было у них в могилу живыми и земля сомкнулась над ними и пропали они из среды общества. Вопрос, который задают здесь почти все комментаторы, как понять поведение Муши. Мы видели его поведение в других христических ситуациях, когда еврейский народ бунтовал. Хотя бы, как скажем, было в истории с золотым тельцом, грех разведчиков. Муши обращаются к Богу с молитвой, с горячей молитвой с просьбой пощадить народ. Пощадить, просто народ пощадить грешников, которые загрешили. Они загрешили. Здесь Муши не призывает милосердие грешникам, короху, датану и авирану. Наоборот. Он требует их наказания. И не медленного наказания, и не просто наказания, а наказания такое, не дай Бог, чтобы они умерли обычной смертью. А должно произойти что-то совершенно невероятное. Некое творение, как будто бы творение шести дней творения. Почему? На первый взгляд выглядит вообще как мил. Все, что касалось до сих пор грехов по отношению к Всевышнему, Муши пытаются вымолить прощение у грешников. Но как только касается его и его брата, вот тут он уже беспощаден. Это же нонсенс. Не может так быть. Мы знаем кто такой Муши, мы знаем кто такой Арун. Самый скромный человек на свете. Почему же тогда он так не преклонен? Почему же он требует немедленного наказания? Ни капли милосердия, ни минуты времени, чтобы дать им отсрочку? моментального наказания. Моментального наказания. Мы не будем смотреть, что говорят различные комментаторы. В общем и целом объяснение многих комментаторов сводится вот к чему. Это был самый критический, пожалуй, момент во всей истории. Ведь в Синайской пустыне дана еврейскому народу Тура, которая должна быть на веки веков. Еврейский народ должен передавать ее от поколения от поколения. И все мы хорошо знаем, что это совсем непростая задача. Разве не могут возникнуть сомнения, почему нам это надо соблюдать? Кто-то этот придумал 40 веков тому назад и с тех пор общество развилось и зачем это надо и к чему это и для чего надо. Если это действительно происходит от Бога, то то, что общество развилось и то, что общество изменяется, то это не возражение, потому что то, что дает Бог, Бог над временем и Он дает вещи вечные. Если это придумал человек даже самый умный о семи пяде во лбу и мы просто исполняем некоторые национальные традиции, тогда, конечно, традиции со временем должны изменяться. Поэтому центральный вопрос, то, что мы получили заповеди от Него мы услышали все заповеди в пустыне. Кто сказал, что это действительно заповеди Всевышнего, которые Муш ретранслировал, или, может быть, это его личные. Для того, чтобы исключить подобную вещь, Всевышний и устроил Синайское откровение, на котором каждый из присутствующих сам слышал слова Бога, обращенные к Муше, и мог потом сравнить то, что говорил Муше, и то, что он слышал он сам. Именно так пишет Рамбл. Народ Израиля поверил в пророчество Муше не из-за знамений, которые тот делал, то есть не своими чудесами Муше убедил в том, что он посланник Бога. И все чудеса, которые Муше заявил в пустыне, были сделаны только по необходимости. Надо было накормить, напоить народ в пустыне, поэтому приходилось ман, воду. А когда же народ поверил Муше? Во время Синайского откровения. Когда наши собственные глаза видели, они чужие. Наши собственные уши слышали, а не кто-то пересказал. Тот огонь и те голоса языки пламени, он подходит к туманному облаку и голос говорит с ним. И мы слышим, Муше, Муше, иди и скажи им так-то и так-то. А потом Муше приходит нам и говорит так-то и так-то. И мы точно видим, что он говорит нам именно то, что мы сами слышали. И и еще сказано не с отцами нашими заключил Бог этот союз, а с нами. Мы конкретно, все те, кто были тогда у подножия горы Синай, все сами общались со Всевышним. И откуда же известно, что именно Синайское откровение было несомненным доказательством истинности пророчества Муше? Сказано вот, Всевышний говорит перед Синайским откровением, вот я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, и в тебя они так же поверят навсегда. То есть один раз я явлюсь всем вместе с тобой, все увидят и услышат и почувствуют, что я говорю с тобой, и этого будет достаточно. В дальнейшем они будут принимать уже слова Туры от тебя. А в каждом поколении родители будут рассказывать детям и учителям, ученикам, как это было на Синай. И вот на этой традиции живой, которая берет начало на Синай, где были все-все вместе сотни тысяч людей, которые слышали слова Бога, обращенные к Моше, и они слышали их сами, и тем самым им стало ясно и очевидно, что Моше только посланец Бога и от себя ничего не добавляет, ни одной буквы. На этом будет построена передача Туры по традиции от поколения к поколению при одном условии. Если нам будет известно, что действительно сотни тысяч людей при этом присутствовали на горе Синай, и все слышали слова Бога, и никто не усомнился в истинности послания Моше. И вот приходит Корох и говорит, нет, не верю, не верю. Как это может быть? Себя он назначил царем, брата первосвященником, свое племя, колено левитов служителей. Кто сказал, что это не может такого быть от Бога? Да там Веаврам тоже прибавляет. Как это от Бога? От Бога может быть такое, что он вывел нас из Египта и привел нас сюда, чтобы уморить нас здесь в пустыне? Это он рассказывает, что это Бог сказал, что мы здесь все умрем, просто ему некуда идти. Он как Иван Сусанин, завел нас куда-то, где ничего не ясно, и не знает, как отсюда выбраться, поэтому это не может быть от Бога. Если такой бунт, суть которого сводится к сомнению в словах Моше, если этот бунт решится каким-нибудь любым другим образом, если Моше их сумеет убедить или успокоить, или они даже понесут наказание, но потом, если они даже погибнут, может быть, даже сразу погибнут, обычно мор на них какой-нибудь нападет. Ничего не поможет, эффект уже останется. Было сомнение, были сомневавшиеся, и Моше их сумел уничтожить. А, был мор, но мы знаем, как это мор. Это уже история потом, историки уже потом доводят. Необходимо было такое решение, такое разрешение этого конфликта, этого бунта, которое бы не оставило бы в дальнейшем никакого сомнения. Поэтому, Моше и требует, должно быть, пересчитаем еще раз его слова, если эти люди умрут обычной смертью и постигнет их удел всякого человека, даже сейчас, даже мгновенно, значит, не Бог послал меня. Я тогда беру свои слова назад. Значит, вы можете быть уверенными, что не Бог послал меня. Но если Бог создает нечто совершенно новое, и земля раскроет свои уста и поглотит их со всем, что им принадлежит, так что они сойдут в могилу живыми, вот тогда вы познаете, что эти люди презрели Бога. Вот это единственное разрешение этого спора, вот это единственное разрешение конфликта, которое позволит передавать в дальнейшем Тору из поколения в поколение. Если этого не произойдет, то рано или поздно от Тору народ откажется. Скажет, что это, Мушей, это его идея, доказательство тому, даже в то время, когда якобы получили Тору от Бога, уже тогда были сомневавшиеся корок другие. Вот вам пожалуйста. И так, как Мушей просил, так оно и получилось. Погибли все моментально, и было лишь только он договорил до конца эти слова, как земля раступилась под ними, и разверзла земля, и поглотила их и их домочадцев, и всех людей Короха, и все их имущество. И сошли они, и все, что было у них в могилу живыми. И земля сомкнулась над ними, и пропали они из среды общины. И все сыны Израиля, которые были вокруг них, разбежались от их криков. Но подумали, земля может поглотить и нас тоже. И вышел огонь от Бога, и поглотил 250 мужей, принесших воскурение. 250 мужей не... Их не поглотила земля. Они не сомневались в пророчестве мужей. Поэтому земля их не поглотила. Их сторона была совершенно другая. они хотели быть священниками. Потому что я сказал, что они не могут, что священником будет только корона его семейства. Да, но они этого хотели. И хотели самоотверженно. Даже если это будет стоить им жизни, они готовы были на это пойти. Поэтому мы видим, в дальнейшем мужей называют их людьми, которые согрешили против своих собственных душ, то есть другими словами, самоубийцы. корох, наши мудрецы корох был и среди сожженных, и среди пропавших, провалившихся сквозь землю. Ибо он участвовал и с этой стороны, и с той. Так трагически завершилась эта первая стадия бунта короха. Это только первая стадия, поскольку у нее еще будет продолжение, но об этом мы уже будем говорить в следующий раз. Продолжение следует...